Дарья Панкратова Я боюсь камер Как справиться с этим? Я не знаю Все жду, когда меня отпустят Этого не случается Что это? Страх или фобия? Вот, например, ты волнуешься сейчас? Конечно же, я волнуюсь У меня есть определенная тревожность, что я не справлюсь И это нормально Но необходимо отметить, что страх Это такое врожденное состояние Это эмоция Связанная с тем, что человек боится Какой-то агрессивной вещи Пришедшей к нему извне Да, это может быть какое-то состояние Это может быть человек Очень часто боятся дети-животных А взрослые, например, какой-то неудачи Ну, у себя на работе Или неудачи в выступлении Или, например, камеры, как ты То есть страхи, они повсюду Это нормально Это нормально Потому что это защитная реакция Извне окружающей среды Ну, вот какие-то стимулы Что же тогда такое фобии? Фобии – это более глубокое состояние У нас у всех есть страхи Мы с тобой уже про это поговорили Но вот если страх Перерождается в фобию Это значит, что человек Будет испытывать это состояние И он не сможет его объяснить Он не сможет его контролировать Например, если бы ты боялась камер И ты бы не смогла сюда войти Это бы, скорее всего, была уже фобия Если бы у тебя тряслись коленки Если бы ты падала даже в обморок Если бы у тебя были Ну, какие-то симптомы Со стороны желудочно-кишечного тракта Ну, например, там, бульки Да, всем известные Ну, не будем вдаваться в подробности Но дети иногда про это не понимают То есть у них что-то такое происходит Ну, например, там, в желудок расстраиваются Родители не понимают Что же такое с ребенком-то произошло А это есть какой-то определенный страх Поэтому симптомы Какими они неприятными не были Да, мы их должны все-таки знать и понимать Интересно, чего боятся дети? Самые распространенные страхи Ой, дети боятся У них фантазия очень живая И особенно с 6 до 12 лет Вот этот период, он вот особенный Ну, можно еще взять с 3 где-то лет Боятся всего чего угодно Животных, придуманных каких-то ужастиков Персонажей из фильмов Иногда им может казаться, что в туалете кто-то прячется Ну, какой-нибудь герой из фильма И они, например, хотят навредить кому-нибудь Ну, это не значит, что это симптом Какого-то психического расстройства Обязательно Это значит, что ребенок Посредством своего живого воображения Представляет и сам этого боится Ну, с другой стороны, фантазия – это хорошо Какие другие страхи, самые распространенные? В топ-10, да, так можно сказать Входит страх высоты, пауков, агрессивных животных Воды, выступлений каких-то публичных Ну и так далее Есть необычные страхи Например, страх бородатых мужчин Или сейчас это очень актуально Ну, смотри, давай вот так Это не страхи, это фобии Потому что страхов может быть вообще большое количество Исходя из того Из каких-то особенностей людей вообще Вот А топ-фобий – это вот именно вот такие вот Есть даже фобофобия Боязнь заработать себе фобию Фобофобия Интересно очень А какие вот еще самые редкие фобии встречаются? А может быть они связаны Вот как мы сказали про модную тенденцию Что это бородатые мужчины Может быть с техническим прогрессом Знаю случаи, когда мужчина боялся Что у него в организме очень мало селена Чего? Селена Ну, такой элемент Да А еще какие встречались Вот есть такие фобии Я выписала себе Соционитофобия Это боязнь соцсетей И Ну, можно здесь некоторую параллель провести Со Стивом Джобсом Верно, да? Когда, например, у меня есть знакомые Которые боятся регистрироваться Они думают, что за ними наблюдают И будут знать, где они И когда находятся Форофобия Это боязнь флешмобов Что их могут привлекать к этому действию Например, танцем Либо пению Номофобия Это боязнь забыть телефон Ну, это очень даже актуально Это, да, это самая, пожалуй, актуальная фобия Из всех, которые ты перечислила Ну, давай еще раз пройдемся Потому что Все-таки страх И фобия Например, у меня тоже есть страх Забыть дома телефон Ну, хотя бы потому, что Мне будут отовсюду звонить И это Ваш страх нормального Делового человека Да, да В принципе, страх Забыть дома телефон Это нормально Но если я без него жить не могу И если я за ним поехала обратно И если я так каждый раз поступаю И если я падаю в обморок У меня повышенная потливость И вот все те признаки, которые я перечислила Все-таки это будет фобия Бороться с фобией Когда это уже на грани Можно ли как-то самостоятельно? Ну, самостоятельно Под контроль Взять фобию, скорее всего, нельзя Потому что Изначально фобия Это то состояние Которое человек Контролировать сам не может Если страх Он может контролировать Он может Вот ты можешь сюда прийти И под страхом камер Все-таки сделать хорошо свою работу То человек с фобией Он уже не сможет сделать ничего Будет думать только об этом И будет думать, как бы Ну, этот предмет своего страха избежать Чего делать? Да, что делать тогда? Кому обращаться? Обращаться нужно к психотерапевту Есть очень много способов Которые купируют страхи и фобии Ну, мы сейчас про фобии с тобой говорим Значит, фобии Но я их оглашаю сейчас не буду Потому что каждый психотерапевт Он выбирает какой-то свой метод Главное, чтобы тот человек понимал Что когда, придя к такому специалисту Он понимает, что специалист с ним делает Он понимает, что он ему предлагает Там нет никакого места Где бы клиенту было непонятно И специалист делает так Что человеку становится лучше То это хороший специалист Но все же поделись секретом Возможно, это психосоматику Как-то правильно нужно настроить Как-то есть ли универсальный способ? С фобией справиться Есть универсальный способ Сходить к психотерапевту Со страхом можно Со страхом, когда ты чувствуешь Что, например, у тебя подкашиваются Немножко коленки Что и присыхает в горле Нужно сказать себе Признаться себе в том Вот ты правильно сделала Ты призналась Что ты все-таки боишься камер Хух, полегчало сразу Да, а потом подумать Ну вот что там такого страшного Да, потому что вот скорее всего Это про фантазии Про твои То есть, ну вот в чем твой страх камер? Что-что? Забуду текст Возможно, это совсем другой страх Если вот так анализировать Ну да, да То есть, скажу неправильно слово Ударение не там поставлю, где положено Да, это твои фантазии Потому что ты это можешь сделать А можешь и не сделать И тогда тебе нужно понять Как ты можешь быстро и качественно Справиться с тем недочетом Вот, которого ты боишься Ну это прям индивидуальный сеанс Психоаналида сейчас для меня Все же, Даша Если не обо мне Причина возникновения фобий какая? Давай про страхи, может быть, сначала Давай Причина возникновения страхов Это гиперопека родителей Изначально, когда родители говорят Вот сюда не ходи Ты можешь споткнуться и поцарапать коленку Это особенно актуально сейчас для мальчиков У меня есть достаточно много клиентов С этой проблемой На улице гулять нельзя Получая хорошие оценки Права на ошибки нет И тогда ребенок становится неуверенный в себе У него появляется очень-очень много страхов Потому что, ну, вспомни, когда дети появляются Да, только рождаются Они везде ползают Исследовательский интерес просто огромен И они ничего не боятся Потому что нет этого привитого чувства страха Боятся родители Ну, боятся родители Боятся того, что им привито родителям Да, такая установка А если это прирастает в фобию То ребенок уже не может это Не сам контролировать Не родитель не может контролировать То есть он будет плакать Его нельзя будет, невозможно переключить На что-то другое И купировать Ну, вот такой приступ фобии Да, вот такой вот Будет уже сложно Поэтому пока страх не прирос в фобию Нужно, конечно же, поработать с самим ребенком Родителям А, все-таки быть уверенным в своем чаде Доверять ему Давать некоторую свободу в своем выборе А самое главное поддерживать его Даша, и сейчас я хочу, чтобы ты сказала пару слов об аутофобии Это страх остаться одному Почему? Потому что я столкнулась, что мнения есть разные С одной стороны Остаться одному Это страх, вызванный тем, что у нас сейчас виртуального общения очень много Мы всегда в соцсетях Но с другой стороны Люди от одиночества Они, в общем-то, туда и идут Палка о двух концах Твое мнение какое? Мое мнение таковое Страх остаться одному Это совершенно нормальный страх Потому что каждый человек Он Ну, мы социальные существа Мы живем в социуме Мы заводим семьи Рожаем детей Поэтому это совершенно нормально С другой стороны Когда человек не находит Какой-то отдушины в своем окружении Или подбирает себе Ну, каким-то таким образом А так бывает Окружение, которое совершенно не удовлетворяет его Но в обычной жизни Не разделяет интересы Не дает какую-то определенную поддержку Конечно, страх остаться одному Он будет Поэтому нужно искать себе то окружение В котором тебе будет комфортно Лучше бояться остаться одному Нежели бояться социума Я так думаю Правда? Даша, большое спасибо тебе за советы И за индивидуальную консультацию в том числе Желаю вам победить свои страхи Ничего не бояться И чтобы всегда рядом были близкие люди Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова